Дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам, по вашим настоятельным просьбам, прям некоторые, не буду показывать пальцем, просят уже пятый или шестой раз сделать солянку. Так вот солянка сегодня. Я тут подготовил уже ряд продуктов, то есть морковку, половину морковочки, небольшой такой, я натер. Половинку луковицы я нарезал кубиком. Мясо, говядина я заранее сделал, крепкий бульон. Я заранее сделал крепкий говяжий бульон, мягкая отварная говядина здесь, ну а остальное все буду резать по ходу. Давайте вначале начнем обжаривать все, и я вам буду рассказывать о том. Я сразу начну обжаривать лук и морковь, и параллельно буду рассказывать, как я вижу это блюдо, потому что, безусловно, я уверен, в комментариях будет полным-полно всяких разных вариаций на тему. Это не положил, это положил, это я кладу так, это я делаю. Супер! Каждый, безусловно, делает солянку по-своему. По-своему. Запомните это. И вы делаете ее по-своему. Я с удовольствием рассмотрю в комментариях ваши варианты. Солянка это же такое очень народное, простое, популярное блюдо. Несмотря на то, что оно такое традиционно русское, в советское время, оно получило такое массовое широкое распространение. Я делаю солянка сборная мясная, да, как правило, ее делают, значит, на основе говяжьего бульона, кто-то делает на основе куриного, но суть остается сутью. Много видов мяса. Я же привык, например, делать все в одной кастрюльке, без отдельных зажарок, поджарок, отварок и так далее. У меня бульон сваренный, в этой кастрюльке я буду складывать все вместе. Небольшое количество масла, морковки и лука по половинке, как я уже сказал. Бульон я варил на говяжьих ребрах, ну, потому что, во-первых, косточки, это грудинка, часть грудинки, ребро, плюс там и хрящик, и реберная часть, и часть грудинки. Я все это снял мясо, пленки выкинул, оставил и кости, соответственно, оставил только мякоть. Зажарку нужно делать там же, где и будем варить саму солянку. Так, пока у нас обжаривается лук и морковь, я, значит, что использую для солянки и что я люблю использовать для солянки. Обязательно свиная грудинка. Она должна быть в меру жирная, ну, в меру копченая. Я, например, не люблю копченые ребра, потому что если они вдруг попадаются у меня в солянке, ну, где-то в столовой какой-то я ем, да, или в ресторане, я всегда спрашиваю, это что, у вас не получился гороховый суп? Я все-таки считаю, что ребра вот с этим максимально насыщенным вкусом копчения должны быть в гороховом супе, а не в солянке. А солянка должна быть такая, с очень отдаленным, мягким, копченым вкусом. Поэтому грудинка в меру жирная, в меру мясная, как раз подойдет для этого супа. Режу все кубиком. Почему? Это моя старинная прихоть. Если вы смотрите уже, так сказать, не один десяток моих роликов, то наверняка знаете, что... О, а давайте вот что сделаем. Вот, я сейчас с головом пришел. Если разрезать, например, вот так, и перевернуть на другую сторону, разрезать вот так, и еще вот так вот крестиком с этой стороны, с этой разрезал, с этой разрезал. Вот так вот. Получится клевер. Четырехлистный клевер. Значит, возвращаясь к тому, о чем я говорил. Я считаю, что любой суп должно быть удобно употреблять. Есть удобно должно быть. Например. Например. Оп. Чуть-чуть надо убрать. Любой суп, по моему мнению, должно быть удобно есть. То есть все должно в ложку попадать. Поэтому вот эти вот столовские замашки из серии морковку соломкой, картошку соломкой, мясо соломкой, есть это неудобно. Реально, мне лично неудобно это есть. Поэтому я все делаю мелким кубиком. Мелким кубиком морковку на терке, но она там поджарится, подварится. И самое главное, я не кладу в солянку картошку. Вот хоть убейте меня, режьте, расчленяйте. Не люблю я в солянке картошку. Не хочу я добавлять в солянку картошку. Когда у меня лук и морковка слегка обжарились, я сюда добавляю капусту. Многие в солянку кладут соленые огурцы. Без вопросов. Это очень популярное сочетание. Соленые огурцы плюс все остальные ингредиенты. Но я считаю, что с капустой вкуснее. Вкуснее. Вот так вот. Сосиски да. Грудинка да. Обязательно варено-копченый сервелат. Финский, допустим. У меня финский. Режу такими ломтиками, как грудинка. Примерно. Ориентируйтесь. Ну-ка. То, что надо. Так как у нас все копченые ингредиенты уже готовы, я имею в виду, что они не сырые. Это не сырое мясо. Да, у нас практически все, кроме оливок и овощей, все готово. Колбасы отваренные. Сосискам нужно совсем чуть-чуть, учитывая, что я их порезал мелко. У капусты есть один маленький-маленький минус. Знаете почему? Потому что ее нужно какое-то время потушить, поварить. Она так просто не дается. Ферментированный продукт, в отличие от огурцов, плотность высокая, ее надо поварить. Поэтому у меня отваренный бульон стоит здесь. Я сразу же, даже вот тут немножко жирка сверху плавает, я сразу вливаю капусте с морковкой и луком. Даю на небольшом огне протушиться буквально, наверное, минут 7. Обязательно нужно сюда добавить лавровый лист. Бульон говяжий я варил только с лавровым листом, я туда не добавлял ни морковь, ни капусту. Немножко остренького перчика следует добавить обязательно, потому что все-таки вот эта остренькая пикантность, она нужна солянке. Во время тушения капусты я немножко увеличил огонь, и вот то небольшое количество бульона, которое было в капусте, в котором оно тушилось, оно почти все выпарилось. Теперь пора добавить томатную пасту. Тут опять же все зависит на вкус и цвет, как говорят товарищи, не так много. Нужно разгрести серединку от капусты, добавить сюда томатную пасту. Я добавляю вот на 2,5 литра бульона 2 столовые ложки томатной пасты. Мне не нравится, когда солянка превращается в томатный суп, поэтому я категорически против большого количества пасты и добавляю исключительно мало ее. 2 чайные ложки это реально мало пасты, потому что некоторые туда фигачат просто столовыми. На ваш вкус и цвет, как говорят. И томатную пасту нужно обязательно прожарить. Видите, у меня вода вся выпарилась, томатная паста лежит на дне и поджаривается. Поверьте мне, как профессионал, который про томатную пасту знает все. Иначе она будет, знаете, сырым таким помидором пахнуть, или как сказать, на вкус. Все, вот слегка обжарили, теперь можно с капустой перемешать. Видите, главное, чтобы не было никакой жидкости в кастрюле. Ну вот, слегка обжарили томатную пасту и пора добавлять что? Правильно, мясо. Добавляем отварного мяса. Смотрите, мясо у нас готовое. Я предлагаю все не добавлять. Давайте все какими-то частями такими. Обязательно грудинку. Грудинку нужно тут небольшое количество все равно у меня. Я добавляю все. Копченую колбаску все. Одна сосиска не так много, поэтому тоже добавляю все кружочки. И чили, перчик. Оливки я буду добавлять в конце вместе с чесноком. Чувствую, как кто-то пишет комментарий. Оливки нужно все тушить вместе. Да, да, я согласен. Мне, знаете, мне не нравится, когда оливки перевариваются в бульоне. И такой вот привкус, не знаю, что ли оливковый становится. С этим все у меня нормально. Теперь сюда пора бы добавить бульон. Бульон я весь не добавляю. Вы уже поняли, почему. Потому что я регулирую густоту солянки. Отличный аромат. Вот, теперь бульончик можно добавить немножко еще. делаю побольше огонь. Соляночка получается такая ярко-оранжевая, ароматная, вкусная. Еще вот какая деталь. У меня здесь есть капустный рассол. С ним будьте очень аккуратны. Во-первых, он соленый. Во-вторых, я на рынке выбирал капусту, которая, знаете, такая крепкая, такая проквашенная, такая ароматная. Вот это очень важно. Потому что я люблю, чтобы капуста была, конечно, настойная. добавьте несколько ложек рассола. Размешайте, доведите до кипения. Дайте возможность всем ингредиентам объединиться и потом попробуйте. Если вы понимаете, что сильно кисло, вот, например, вы вылили всю плошку туда, потом пробуйте. Ё-моё, кисло очень. Да, придется тогда воду добавлять, там, разбавлять что-то, сахар еще. Добавьте немножко, потом еще немножко. Попробуйте. Вот когда вы поймете, что вот, вот, вот все супер, вкусно. И остановитесь. Обязательно черный перец прям, ну, вот на грани там закипания. Да, пусть он немножко раскроется в процессе. Опять же, соли мы пока не добавляем. Во-первых, у меня был соленый бульон, во-вторых, рассол соленый, капуста соленая, копчености все соленые, с солью оббудьте аккуратны. Соли хорошо, остроты достаточно, начинает закипать у меня солянка. Я добавляю сюда оливки и маслины, потому что, на мой взгляд, зелененькие и черненькие, ну, так по цветовой гамме прикольнее. С лимоном все понятно. Если вот когда его ешь, он попадает в рот, горечь появляется, поэтому я его режу крупными кусками. В смысле, я хотел, подумал сначала, что можно было бы его четвертинками, нет, давайте половинками, чтобы потом удобно было вынимать его по время еды из тарелки. И лимон обязательно кладите в конце, прям когда уже сняли с плиты. Чеснок вместе с лимоном, когда сняли с плиты. Так, соляночка у меня закипела. Чеснок обязательно нужно нарезать мелко. Я солянку не варю долго. Оливки бросил, я еще сказал, что в конце бросил вместе с чесноком. Ну, чуть-чуть раньше я бросил оливки, чеснок чуть позже брошу. Вот, оливки сейчас закипят, надо попробовать, во-первых, на кислоту, то есть, раз у нас это почти что антипохмельный супчик, давайте. Немножко лимончика там не хватает. Кислоты ориентируйтесь. Немножко больше кислоты надо. Вот так. Так, все закипело. У нас сюда уходит чеснок и несколько долек лимона. Оп-оп. Все, выключаем и даем постоять солянке 10, 15, 20, 30 минут для того, чтобы она настоялась и вот стала, знаете, такой насыщенной и вкусной. За это время я пока лучок должен порезать и укроп. Аромат божественный, божественный аромат. И лимончик там, и сосисочки дают как раз вот этот советский вкус. Только сосиски выбирайте его лучше. Мы сейчас уже не в советское время живем, на улицах полно магазинов, в которых продается полно всякой снеги. Выберите те, которые вам по душе, по деньгам, по возможностям и их используйте. Сюда нужно выложить все самое вкусное. Вы знаете, я вам могу рассказать вот такую очень простую, но очень интересную историю. Я, например, совершенно не люблю, чтобы за мной ухаживали. Ну вот за столом. Мне говорят, за тобой поухаживать? Ну там, бывает, далеко тянуться или еще что-нибудь. Я говорю, нет-нет, мне блюдо целое передайте и я сам себе налью. Вот кто не догадывается об этом, за ними ухаживают и они с удовольствием это принимают. А я же всегда считаю, что нужно выбрать для себя из котелка самое вкусное. Именно поэтому я прошу, чтобы за мной не ухаживали. Я сам знаю, что положить мне из прекрасной кастрюльки. Знаете, я люблю, чтобы я сам себе накладывал вкусные кусочки и солянки того-сего пятого-десятого. Сметанку добавляем. Сметанку нужно брать погуще. Она вкуснее. Вот так. Теперь зеленый лук. Теперь зеленая, зеленая, хотел сказать, петрушка. зеленый укроп. Все. Сосредоточение всего зеленого с одной стороны. Соляночка готова. Но, я чуть не забыл, бородинский хлебушек. Смотрите, у меня такая маленькая буханочка. Хороша. Самое главное в моем ролике это попробовать. Попробовать, как получилось все. Жирок должен плавать. Кислоты должно быть достаточно. Запах вот этот вот странный, который многие не любят оливок, должен присутствовать. И все вместе это превращается в, хотел сказать, офигенное, но скажу, в прелестное блюдо солянку. у меня какая-то солянка гламурная получилась. крестьянская, не рабочая крестьянская красная солянка, а какая-то барская. Смотрите, густоты здесь в меру. Опять же, бульончиком можно регулировать вообще без всяких вопросов. Можно даже на завтра сюда добавить просто кипятка, чуть больше соли, кислоты. Мясо должно быть мягкое и солянка должна быть кислой. Но на мой взгляд, у меня солянка удалась. Во всяком случае, безусловно, каждый повар готовит для себя. Если вам вдруг повар говорит, что он готовит для вас, ложь и провокация. Мы готовим сами для себя, пробуем и делаем так, как нам нравится. Поэтому и вы должны делать так, как вам нравится. Если вдруг вы понимаете, что у вас нет грудинки, замените ее чем-нибудь другим. Если вдруг у вас нет сосисок, замените их сардельками. Если нет финского сервелата, замените ее краковской. Главное, чтобы блюдо у вас получалось. Вот. А в остальном я с радостью это делаю для вас. Пишите комменты. Че как, че не так, пообсуждаем. До новых встреч, дорогие друзья. Пока.